Песчаные карьеры деревни Лысковщина в Круглянском районе вошли в истории белорусского оффроуда. Днями здесь провели первый чемпионат Белоруссии по трофе. Заезды такого рода вот уже 20 лет проводят в джунглях Малайзии и собираются на них спортсмены со всего мира. Круглянские карьеры, конечно, не Леса Малайзии, но и наши ландшафты стали достойным препятствием для гонщиков. Как это было, расскажет Седа Каспарова. РФС или Rainforest Challenge в самом названии уже заложена перспектива преодоления восхождения и скоростных маневров на труднопроходимых участках. Карьер места благодатной от природы организаторы гонок немного перекроили, соорудив труднопроходимые полосы препятствий. Ведь именно за этим сюда и приехали экстремалы со всей страны. И песка много, и глины много, пробуксовки, покрышки. Здесь интересная трасса, сейчас мы все увидим. На старт машины выходят каждые 15 минут без перерыва и описывать уровень напряжения среди зрителей и экипажей нет смысла. Там нужно просто присутствовать и видеть, ведь в скорости буквально сносят с колес. Не ушиблись, когда падали? Да нет, вы что-то привычное делали. Как вас занесло вообще? Другой квадрик немного толкнул, и в итоге меня... Ну, бывает, размялись, и дальше будет лучше. Этот адреналин, эти гонки, это так все заводит, когда прыгают. Особенно, когда переворачиваются машины, и такой паника начинается. Вам часто доводится вытаскивать из таких передряг? Первый раз. У вас такая супертехника, вам в пору присоединиться? Мы просто готовили эту трассу, мы здесь следим за ней. Очень хорошее место, плюс инфраструктура, здесь есть где разместиться людям, поэтому нам здесь очень понравилось. Сейчас посмотрим, как пройдет гонка. Непростая трасса – это основа гонок и их главная опасность. Ведь пока с одних за сбитые вешки снимают баллы, другие рискуют и вовсе надолго попрощаться с экстримом. Но, несмотря на возможную опасность, на гонки приезжают семьями. Тот случай, когда игрушки растут вместе с мужчинами и передаются по наследству. А в чем драйв и кайф? Адреналин. Адреналин. Очень много адреналина. И классно то, что когда тебе страшно, но ты все равно это делаешь. И тогда нормально так. Ну и нравится. Сама тоже иногда катаюсь, но очень редко, потому что сама очень страшно на самом деле. Это не женский вид спорта, я считаю так. Уже в начале ноября под Минском экстрим-сезон 2016 завершат четвертым этапом Кубка Беларуси. А могилевские гонщики обещают продержаться до морозов и зарядить свое местное ралли. Кубка Беларуси